Доброе время суток, дамы и господа! В нашем первом фильме, который я выставил совсем недавно на интернет, на наш канал «Картина ТВ. Вопросы и ответы», мы затронули невероятно важную тему скорости интернета, которая здорово влияет на качество показа «Картины ТВ». Мы там с вами разобрали один из путей, которым можно пройти для того, чтобы улучшить эту ситуацию, и мы там с вами воспользовались электрическими адаптерами, очень хорошими, компанией «Недгер», и называются они «Пауэрлайн Ту Саузен Две Тысячи», и я объяснил, что они собой представляют, для чего они нужны, зачем и как их использовать. Это очень хороший путь, но это путь, который обвергает вас, пускай и не в очень большие, но все-таки расходы. А теперь, как я и обещал, мы еще с вами упомянем один из путей, которым тоже можно пройти, и этот путь бесплатный, и это то, что можно сделать, может быть, не в каждой квартире, или не в каждом доме, но у вас это, может быть, и пройдет. Итак, давайте с вами подумаем, что можно сделать еще, чтобы существенно улучшить ситуацию с интернетом в доме. Прежде всего, довольно часто интернет у вас стоит в одной из комнат, и это понятно, его туда провели, и там он был установлен непосредственно работниками интернетной провайдерной компании, которые к вам пришли и его там установили. Но они не выбирали место, они поставили туда, где им было удобно, потому что в этой комнате существует так называемая коаксовая розетка. Это розетка, которая находится, как правило, у вас в стенке, и к ней прикручивается коаксовый шнур толстенький, вот такого вида, вот такой шнур, вот с такими наконечниками. Он просто прикручивается к специальной розетке в стенке. У кого-то он выходит прямо из стенки, если проводили через улицу, как правило, эти стенки выходят на улицу или на лестницу. Иногда он может идти прямо от лестницы, от входной двери, по двери вниз, по плинтусу или за плинтусом, но проходит по квартире. Вот такое вот шнур. Так вот, к этому шнуру всегда у вас прикручен модель. Значит, существуют варианты подключения интернета, которые не используют вот такие коаксовые шнуры. Это не кабельное подключение интернета, и такие интернеты довольно часто используют в Америке компания AT&T. Они ставят так называемый оптический интернет, тогда вы увидите, что у вас интернет подключен вот таким вот шнуром, как вы сейчас видите на картинке. Так вот, если у вас интернет подключен таким шнуром, то без специалистов при перестановке модема вам, скорее всего, не обойтись. Мало того, такой перенос будет стоить вам тоже денег. И я знаю, что в Соединенных Штатах, вот у меня, где я живу, с меня запросили чуть ли не 80 долларов за то, чтобы передвинуть модем буквально на метр-полтора, что довольно дорого. Поэтому, наверное, здесь надо попробовать выбрать какой-то другой путь, может быть, который будет чуть-чуть даже и подороже, но зато будет более, может, и эффективней. Но у того, у кого шнур вот такой вот коаксовый кабель и подключен он к модему, прикручен вот таким образом, как вы сейчас тоже видите на картинке, тогда ситуацию можно поменять. Таким образом? Вот посмотрите, для примера, у вас есть трехкомнатное помещение. Три комнаты интернет у вас стоит в самой левой комнате. Понятно, что от левой комнаты до самой правой у вас будет обязательно большое расстояние. Квартиры сегодня не маленькие, и, естественно, интернет, воздушный сигнал проходит туда плохо. Мало того, обязательно надо смотреть, что у вас стоит на пути. Дело в том, что очень много в доме возникает разных помех. И эти помехи существенно могут влиять на скорость интернета. Одной из самых главных помех, которая может быть в вашем доме, это прежде всего зеркало. Если у вас оно где-то одно, там где-то и не очень попадает на сигнал, то это еще не самое страшное. Но сегодня очень многие, я знаю, в современных домах любят оклеивать стенки зеркалами или ставить большое зеркало к стене. Вот это может быть не просто помеха, это может быть откровенным экраном. Я однажды был в комнате, где вся стенка была сделана именно зеркалом, и это был просто островок какой-то безлюдия в этой квартире. Там не только отсутствовал интернет, который был непосредственно от модома хозяев, шоу от него, да? Там даже отсутствовал весь воздушный интернет, который был в округе. То есть, буатировались все соседи через это зеркало. Поэтому такие вещи, как зеркало, конечно, это очень серьезная помеха. Мало того, очень серьезными помехами являются различные бытовые электрические приборы. Я знаю на 100%, что если во время показа нашего телевидения на кухне включается макро-вейв, и вы начинаете условно размораживать курицу, то у вас все на экране сразу начинает липнуть, виснуть, разваливаться на кубики, скорость теряется, потому что вы своего рода включаете откровенный глушитель. Значит, таким же образом являются холодильники, таким же образом являются ванны. Потому что сегодня ванны, как правило, делают из литого металла. Это большие металлические конструкции, покрашенные эмалевой краской. И, конечно, это все тоже очень здорово влияет, эти душевые кабинки. Это все серьезные помехи. Поэтому, прежде всего, вы должны посмотреть, а что находится у вас на пути между вашим модемом и вашим телевизором. И вот здесь есть возможность выбрать, и вы можете изменить ситуацию. Например, если у вас действительно есть одна комната, а потом есть другая, а между ними есть центральная, то вы должны посмотреть, если у вас на стенке, а сегодня все-таки каждую комнату строители телевизионируют, будем так говорить, а не подводят мне телевизионный кабель, коаксовый, который действительно стоит где-то прикручен к стенке, или если вы въезжаете в новую квартиру, в новое помещение, как правило, там всегда валяется вот этот вот коаксовый шнур, и где-то вы уже примерно представляете, где у вас должен стоять телевизор. И если у вас там даже телевизора нет, то либо шнур валяется, либо розетка на стенке есть, куда его привинтить. Так вот, привинтите к нему шнур коаксовый, и можно посмотреть, если он живой, если строители при ремонте вашей квартиры не обрезали вам этот шнур, что, кстати, крайне редко бывает, строители соображают, что этого делать не нужно, они его, как правило, оставляют живым, то у вас все в порядке, и можно попробовать переставить ваш модем. Что мы при этом получим? Мы переставляем модем в центральную комнату, и, соответственно, его сделаем центром вашей вселенной, в вашей квартире, будем говорить так, и сигнал будет распространяться довольно равномерно, что на одну комнату, что на другую. Что вас вполне устроит? Это из одного огромного расстояния от модема до дальней комнаты, где у вас самое слабое звено, и где у вас с интернетом самые большие проблемы, это все как раз превратится в то, что у вас будет одинаковое расстояние, и оно сократится, и модом по всей квартире будет распространять довольно хороший сигнал. Как переставить модем? Очень просто. Первое, что вы делаете, вы откручиваете от вашего модема, соответственно, кабель. Вот такой вот вы его откручиваете, и вы, если у вас стоит модем там, где у вас установлено и какое-то кабельное телевидение, допустим, это будет NTNT, или это будет Xfinity, или Atlantic, это если мы в Америке, европейские компании, я вам не назову, я их просто не знаю, есть в Америке также Optima, но дело даже не в компании, дело в том, что они все идут абсолютно одинаковым путем. Значит, у них всегда будет стоять вот такой сплиттер, и вы его обязательно обнаружите. Вот такой сплиттер будет из одного в два, и у вас основной кабель, сигнал, который будет приходить с лестницы, неважно, или от балконной там стенки, или просто вот тот, который главный, который приводит вам интернет в квартиру, он у вас будет стоять вот таким вот образом. Это если у вас подключено вместе и телевизор, американский, например, и подключено у вас интернет в этой же комнате. То есть, естественно, кабельная компания не тащит два вот таких шнура. Сигнал достаточно притащить один, а дальше его элементарно раздвоить, или раздвоить, да, как там Горбачев говорил, раздвоить. А вот теперь давайте посмотрим. У нас есть всегда IN и есть два OUT. Так вот, главный шнур, он всегда будет прикручен вот здесь, на IN. И дальше один сигнал у вас будет уходить к телевизору, а второй сигнал у вас будет отходить непосредственно к вашему модему. И вот, друзья, давайте теперь конкретно разберемся, как же вам перенести ваш модем в другую комнату. Возможно, разные варианты, разберем их все, чтобы вам было удобно. Итак, вариант номер один. Изначальная задача. Нам нужно унести модем из, допустим, спальни левой комнаты, где у нас находится только, внимание, модем. Никакого телевизора в этой комнате нет. У нас одна единственная приставка там стоит. Это вот как раз модем, который нам принес наш провайдер. Это говорит о том, что у нас с вами сейчас в наш модем вернут вот такой шнур. Он один. И он у нас либо уходит другим концом в стенку, что очень возможно в дырочку, и даже может уходить на улицу, на балкон, замурован быть в стенку, или уходить дальше в другую комнату. Либо там может быть вот такая, как вы сейчас видите на картинке, розетка, которой прикручен второй конец. Тогда вы можете даже не отсоединять пока от модема ваш конец. Не нужно его откручивать, вот эту часть, эта шнура от непосредственно модема. А просто выкрутите его из розетки и вместе со шнуром переносим в другую комнату. В другой комнате, если у нас стоит телевизор, и у нас нету, у нас нету действительно сплитера, то нам обязательно понадобится сплитер. И такой вот сплитер, как вы сейчас тоже видите на картинке, можно легко приобрести, как я уже говорил, в любом хозяйственном магазине. Типа строители, это если вы в России, или хомдипа, если вы в Америке. Как называются такие огромные и большие магазины, я не знаю, но любой хозяйственный магазин, или магазин даже электроники, такой сплитер продает. Значит, большая просьба, берите сплитеры, на которых у вас всегда стоит надпись, что они больше, чем 2 Гц, вот не меньше. Потому что у вас может быть либо 2 Гц, либо 2000 МГц. И вот такие берите, это чувствительность, которая позволит вам сохранять грамотный интернет передачи. Значит, без потерь. Все, как я уже говорил, подобные сплитеры, они имеют всегда вход in и имеют два выхода out. Так, когда вы принесете ваш модем вместе со шнуром, у вас здесь он будет прикручен к шнур, к модему, вот этим свободным концом, который вы отвинтили от стенки, вы прикрутите на одно из двух гнезд, которые будут out. И вы прикрутите ваш модем. А шнур, который вы открутите от вашего телевизора, у вас телевизионный, телевизор имеет телевизионную приставку. Будем такую задачу сначала ставить. Это телевизионный бакс, большой, как я уже говорил, он как правило с часами, когда вы смотрите, там можно переключать каналы. И, внимание, не перепутайте, это не бакс картины ТВ, это не наша приставка. Она не имеет к Аркене ТВ никакого отношения. Это местное телевидение, оно может быть американское, финское, шведское, японское, в зависимости от того, где вы живете. И это то телевидение, которое конкретно вам принесла та же самая компания провайдеров, которая вас обеспечивает и интернетом. Так вот, у нее вы отвинчиваете шнур от этого бакса, он там обязательно будет прикручен. Но, друзья мои, прежде чем отвинтить шнур от такого телевизионного бакса сзади, я советую вам, очень советую, взглянуть на его заднюю панель. Существуют еще баксы в природе, они довольно старые, и рассчитаны они под старые телевизоры, которые не имеют вот такого гнезда сзади, вы его видите сейчас, и у вас тогда телевизор не включен вот таким вот шнуром в телевизор сзади, а он у вас подключен вот таким вот тоже куаксовым шнуром. Это, конечно, сильно ухудшает вам качество, но если у вас нет такого выхода HDMI на телевизоре, то это выход для того, чтобы телевизор смотреть хотя бы с ухудшенным качеством вещания. Так вот, если у вас сзади не один куаксовый выход, а вот два, как вы сейчас видите на приставке, которая такая вот кабельная, которая изображена на картинке, видите здесь два выхода, то вы должны посмотреть, что один выход у вас имеет так называемый вход, это cable in, а другой имеет cable out. И тогда, друзья мои, вы, откручивая шнур от нее, вы его, естественно, он был включен в in, потому что по нему приходил сигнал в телевизор, и вам этот сигнал нужно сохранить. Поэтому вы переставляете свободный конец от сплиттера, второй, который вы соединяете с пришедшим сигналом, вы переставляете непосредственно в in. А если у вас старая модель телевизора, которая не имеет выхода HDMI, тогда вы от второго гнезда, которое идет out, протаскиваете кабельный куаксовый шнур, опять привинтив его, ну он там и был, вы его оставляете и привинчиваете его к телевизору. Как правило, если такие старые телевизоры были, оно было. Но если вы увидите сейчас в данном случае по-любому, что у вас есть гнездо HDMI, вот с таким шнуром, возможностью подключить, и у вас на телевизоре есть такие же выходы, я вам очень рекомендую вот этот куаксовый шнур со второго гнезда сейчас out открутить, вывинтить и забыть про него, а подключить телевизор вот таким вот шнуром. Один шнур вставляется в вашу кабельную приставку до местных телевидения, а другое вытаскивается на телевизор. И качество местных каналов, американских, шведских, финских, японских, у вас сразу станет в пять раз лучше. Итак, продолжим дальше. Если у вас в этой комнате вообще нет телевизора, тогда прежде чем делать перестановку, убедитесь, что на одной из стенок опять же вы видите вот такую розетку. И можно проверить только живая она или не живая, то если подключить и посмотреть все ли заработало. Как правило, все эти розетки живые, я еще раз говорю, редко рабочие, которые делают нам ремонт, они обрезают лишние провода. Значит, теперь мы с вами знаем, как нам перенести модем. Друзья мои, если вы переключаете модем оттуда, где у вас в спальне, допустим, стоит и телевизор, и стоит модем, тогда ситуация, я думаю, вам упростится, потому что если вы посмотрите внимательно на провода, которые кабельные, которые уходят из вашего телевизора, то где-то рядом буквально с телевизором вы обязательно увидите вот такой вот сплитер, он уже будет стоять, потому что понятно, что сигнал к вам в дом приходит один, еще раз напомню, он всегда приходит на ин, а уходит он на два источника, которые в нем нуждаются. Первый это телевизор, а второй, будем говорить так, это ваш интернет, это ваш модем. Тогда все очень просто, тогда просто вы отвинчиваете вот здесь от сплитера провод, и вот этот кусок провода, вы переставляете в вашу кабельную коробку телевизионную, или непосредственно в телевизор, а вот эту часть с двумя проводами, то есть уже снятый с одной стороны от телевизора, отключенный провод, вы же его открутили, а вам второй провод у вас будет приходить при этом в модем, вы переносите в другую комнату, и все, что нужно сделать, это сюда, отсоединив там от кабельного телевидения сигнал, непосредственно дать его на ин, а уже прошедший через сплитер шнур подключить к вашему телевизору, вернув его на то же самое место. Был включен в телевизор, значит в телевизор, был включен в кабельный бакс, значит в кабельный бакс. Таким образом мы с вами переставляем модем. Теперь самое главное, друзья мои, как быть при этом с компьютером? Ведь довольно часто интернет ставит к компьютеру и выбирают комнату не по телевизору, который будет там, люди еще не предполагали, что они будут использовать интернет, допустим, для непосредственного телевидения. А что делается? Делается установка интернета там, где стоит непосредственно компьютер. А компьютеры, если они стационарные, у вас так называемый десктоп, не лаптап, который всегда имеет Wi-Fi, а если у вас десктоп, то он может быть довольно старой модели и не иметь подключения по Wi-Fi. Как быть тогда? Ведь вам же надо обязательно вернуть интернет на ваш компьютер. Друзья мои, здесь вы должны принять для себя решение. Дело в том, что для телевидения интернет нужен большой и главное, он должен быть стабильный и стрим. Что такое стрим-интернет? Представьте себе, что у вас идет интернет одной сплошной линии. И вот это называется стрим, потому что для того, чтобы вам смотреть, например, страницы в интернете, какие-то печатные издания, рецепты и тому подобное, вам абсолютно не нужен стрим-интернет. И он может быть вот такой, вот как зигзаг. И тогда есть интернет, нет интернета, это не важно, потому что для того, чтобы просматривать какую-то страницу, условную газету «Советский спорт» или «Спорт экспресс», вам совершенно не нужно огромное количество интернета, вам нужен интернет по минимуму. Но для того, чтобы смотреть телевидение, вам нужен сплошной и очень грамотный интернет, очень точный и желательно без помех. Такой интернет, конечно, легче всего добиться, если вы пропускаете сигнал по шнуру. Кстати, еще одно преимущество перестановки вот такой, который мы с вами сделали. В центральной комнате у вас может быть установлен телевизор, который раньше, учитывая, что у вас была комната левая, комната центральная и правая, где у вас находился интернет с компьютером, переставив модем в вашу центральную комнату, вы его ставите рядом с телевизором. И один из телевизоров вы уже точно сможете подключить по шнуру, потому что модем оказывается абсолютно рядом с вашим телевизором, что дает вам огромные, соответственно, преимущества. И, конечно, это хорошо. Но как вернуть вам интернет для вашего компьютера? Если у вас стоит десктоп старой модели, а это необходимо сделать, вернуть, то есть специальное приспособление Wi-Fi адаптер, которое продается сегодня на интернете, на eBay, его легко купить, на Амазоне или в любом электронике магазине спросить у них маленькая USB-порт-коробочка с антеннкой, которая тут же вам поможет поймать интернет на компьютер через Wi-Fi. И, поскольку расстояние теперь становится одинаковое, сигнал будет доходить, тем более, что вам и не нужен такой сильный сигнал, как для телевизора, у вас великолепно при этом будет работать ваш этот адаптер и обеспечит ваш компьютер интернетом. Стоимость его небольшая, стоит он максимум 20 долларов, а сегодня, я думаю, они, наверное, еще и подешевели. Я последний раз такие адаптеры использовал очень давно, потому что это старые модели компьютеров, и сегодня даже десктоп-компьютеры всегда имеют подключение по Wi-Fi, современные. Но если вы столкнулись с такой проблемой старого компьютера, то вы можете приобрести такой адаптер, он стоит буквально может быть долларов 5-7 на eBay. Таким образом, мы вот так можем с вами решить проблему именно переноской модема. Воспользуйтесь ей. С вами был Юрий Тенман. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, я думаю, что он для вас очень полезен. Пишите ваши комментарии, пишите и задавайте нам вопросы, потому что на любой вопрос мы постараемся ответить. До новых встреч, хорошего вам времени суток. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok